Здравствуйте, Ольга Александровна. Здравствуйте. У нас принята государственная программа развития здравоохранения до 2020 года. По факту, что к этому времени мы должны получить? Мы должны полностью изменить структуру, модель здравоохранения. И конечной целью является, безусловно, повышение качества медицинской помощи и доступности. А если поподробнее, в чем должно выражаться повышение качества? Повышение качества, безусловно, даст нам как результат снижение смертности, снижение инвалидизации населения и повышение удовлетворенности населения. Мы должны сделать жизнь лучше, но это достаточно пространственное понятие. Это пространственное понятие, безусловно. У нас достаточно высокая смертность по сравнению со всеми показателями Российской Федерации. Мы помним о том, что у нас 27% населения пенсионного возраста и старше пенсионного. У нас высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому, если на сегодняшний день у нас смертность идет 17,4, то мы стараемся прийти к показателю хотя бы 15. Если в абсолютных числах, чтобы было понятно, от 27 тысяч умерших в год, мы, конечно, будем стараться прийти минимально к 20 и ниже. Вы знаете, пределу этому мы не видим. Что мы сейчас делаем? Безусловно, первое место в смертности – это сердечно-сосудистые заболевания. Больше 50% от той цифры, которую я назвала. Это инфаркт, это инсульт, это кардиосклероза. Во-первых, мы сокращаем время оказания медицинской помощи первой таким пациентам. То есть, если это инфаркт миокарда, мы уже на догоспитальном этапе делаем тромболизис. То есть, человек, который поступает дальше в сосудистые центры, которые мы открыли, а их на сегодняшний день 4, это один региональный и три первичных сосудистых центра в районных отделениях, пациенты поступают уже, получив серьезную первичную медицинскую помощь. Мы снизили смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 13%. Какую базу мы сейчас имеем, чтобы выполнить намеченные цели? Базу по сердечно-сосудистым заболеваниям мы открыли три первичных сосудистых центра. У нас есть региональный сосудистый центр. Мы будем открывать в городе Ефремов 4-й сосудистый центр. База достаточная. Мы заменили весь парк скорой медицинской помощи, безусловно, и внедряем тромболизис, о чем я сказала. То есть, база достаточная, и она нам позволила сейчас снизить смертность. Более того, базовым таким моментом, я считаю, это внедрение, проведение диспансеризации. Почему внедрение? В 2013 году это было впервые, это было сложно, это было непонятно. Сейчас уже подводя итоги, статистика, разумеется, еще у нас не закрыта, все только считается. Но по предварительным итогам, просмотрев больше 280 тысяч населения, мы понимаем, что более чем пятая часть, вот из этих прошедших, выявлена с начальными заболеваниями. А все-таки удалось охватить именно тот масштаб населения, который планировалось? Удалось. Мы выполнили на 100% охват населения. Мы выявили порядка 400 случаев подозрений на онкологических заболеваниях. Где-то 300 подтвердилось. Из них более половины это начальные стадии, когда люди могут получить медицинскую помощь. То есть вовремя обнаружили. Совершенно верно. И много обнаружено, вернемся к сердечно-сосудистым заболеваниям и заболеваниям в начальной стадии групп риска. Ну, сейчас говорится о том, что надо повышать зарплаты медикам. Сейчас средняя зарплата по регионам. Средняя зарплата свыше 37 у врачей, 19 у среднего персонала и свыше 11 у санитарок. Мы выполнили полностью дорожную карту и превысили ее. А в дальнейшем насколько планируется повышение? В дальнейшем будет повышаться планомерно. О чем говорит президент? То есть к окончанию выполнения указа президента у нас у врачей будет 200 от региона. Средний по региону. Вы знаете, что средняя по экономике в регионе у нас растет. Поэтому мы будем всегда подравнивать свои цифры по среднему по региону. В этом году мы это уже пересчитали. Это 100% от среднего по региону. 200% у врачей, 100% у среднего и младшего персонала. Зарплата медиков растет. А как отследить, качественнее ли они стали оказывать услуги? Потому что жалобы на то, что врачи невнимательны, хамят, их мало. Но все равно есть эти жалобы. Вот как понять, отрабатывают они свою зарплату или нет? У нас есть положение об оплате труда. Почему от тех же медиков, от наших уважаемых коллег идет иногда негатив, что вот министр озвучил 37, а у меня 15. Может быть. Очень много штабов. Это правильно, да, это будет. Это совершенно верно. Мы же не говорим об окладе для врачей. Мы говорим о заработной плате. Это чуть-чуть разная история. Если человек работает с лучшим качеством и с большей отдачей, у него будет больше заработная плата. Это положение предусмотрено. Главные врачи, коллективы на местах рассматривают уровень персональных коэффициентов и коэффициентов за расширение качества и объема выполняемых услуг. Очень много жалоб и в этом году, и в прошлом году. Что закрывает отделение в районах? И люди, чтобы сделать УЗИ, из одного города должны, вынуждены ездить в другой. Почему? Ну, сказал бы, чтобы сделать УЗИ, ситуация несколько утрирована. Поэтому, ну, да, мы хорошо понимаем, что идет изменение модели. Мы говорим о здравоохранении, мы говорим о специализации, говорим о том, что человек на определенном уровне медицинскую помощь должен получить одинаково Боловский житель, Ефремовский, Тульский и Московский. Разницы не должно быть, понимаете? Если уровень второй оказания медицинской помощи, она везде должна быть одинаково. Если говорить, закрываются отделения, но я бы не сказала, что отделения закрываются. За 2013 год практически ничего не закрыто, да и за 2011 и 2012 тоже. Я бы сказала, что оказание медицинской помощи приводится в соответствие. Что имею в виду? Если в хирургическом отделении района Н находится один доктор-хирург физический, вместо того, как по штату положено 5, и ни одного доктора-реаниматолога, скажите, пожалуйста, можем ли мы говорить об оказании круглосуточной, в том числе экстренной хирургической помощи? Вы же понимаете, медицинская помощь не оказывается в полном объеме, в должном объеме, я бы сказала. А заработная плата сотрудникам, которые, в общем-то, все равно должны убирать отделение, находиться на посту, в круглосуточном режиме выплачивается. Мы должны понимать, что это, наверное, не совсем эффективное использование бюджетных средств. Тогда какая цель стоит перед системой здравоохранения? И дальше поддерживать такие крупные центры, и именно там развивать медицину? Или все-таки обеспечить каждый район нужным количеством специалистов? Цель следующая. Цель сделать систему здравоохранения оптимальной. Что есть оптимальная система здравоохранения? Это приближение первичной медико-санитарной помощи к населению, безусловно. Мы говорим об улучшении оказания медицинской помощи на амбулаторно-поликлиническом звене. И здесь мы работаем по кадровой линейке, здесь мы комплектовываем врачами, ни о каком сокращении речи не может быть. Здесь идет расширение, безусловно. Мы открываем стационары дневного пребывания. Насколько сейчас остро стоит дефицит кадров? Проблема дефицита кадров? Остро. Дефицит кадров, на мой взгляд, это самая сложная проблема, самая сложная в здравоохранении, сложная для исполнения. К сожалению, какое-то время было упущено. Не так много учатся детей на последних курсах, которые бы к нам пришли целиком, имея в виду. Их чуть больше 500, это мало для области, потребность намного больше. А сколько сейчас не хватает? А сейчас не хватает порядка 2000 врачей по области. Говорили о целевом обучении в вузах. Вот сейчас уже направлены какие-то ребята? Да, направлены. Направлены ребятки. У нас сейчас даже 123 ребеночка получают уже 3000 выплат. Мы заключили с ними договора. Более того, мы расширяем целевые направления. Мы работаем и с Первым медицинским институтом. Мы работаем и с другими вузами. Нам расширят, безусловно, целевые места. Но, что бы хотелось еще отметить, мы работаем также и в направлении оттока кадров. Отток вы имеете в виду в другие субъекты, в другие регионы? В Москву. В Москву, в основном в Москву. Мы говорим о том, что в этом году к нам пришли 155 ребяток. То есть это достаточное количество для области. Но в сравнении с прошлыми годами, насколько это больше? Больше, чем в два раза. Больше, чем в два раза. Но, во-первых, у нас очень большая потребность. Поэтому, наверное, не стоит говорить о том, что это хорошо. Мы разработали кадровую программу. Она полностью поддержана Владимиром Сергеевичем. В этой программе у нас есть выплаты врачам редких специальностей. Это участковые врачи, это реаниматологи, это врачи-экстезиатры. Там идут выплаты 800 тысяч единовременно. Есть выплаты всем врачам, пришедшим на работу. Это полмиллиона рублей. Они их могут использовать как хотят? Как хотят. Это не покрашенные денежки. Да, как хотят. И сколько они должны отработать в итоге? Вот, отработать. У нас в 2013 году, в прошедшем, было 10 лет. 10 лет. Не все дети, которые пришли к нам, молодые люди, которые пришли к нам, заключили эти договора. Они работают, но денежки они побоялись получать. 10 лет много. Мы предусмотрели, что это не в одном учреждении. Это непосредственно только в Тульской области. Не скрою, что на данный момент мы рассматриваем вопрос о снижении 10 лет до 5. Очень много в этом году было претензий к работе электронной очереди. В 2014 году что-то изменится? Ну, претензии к электронной очереди очень непонятны для меня вопрос. Почему? Потому что вот сколько я езжу по районам, смотрю инфоматы, у нас все работает. Электронная система в здравоохранении, это не только прийти, записаться к доктору через инфомат, понимаете? Это не стоять потом в регистратуре, дополнительно не ходить за медицинской картой. Это перенос медицинской документации в электронный вид. Мы должны здесь помнить о защите персональных данных, о защищенных каналах. Здесь большая работа, мы проводим эту работу, мы не останавливаемся. Все, что от нас зависело, мы все внедрили. Была проблема еще несколько лет назад, что покупалось новое оборудование, и оно так и стояло, потому что сотрудники просто не умели им пользоваться. У нас нет таких проблем. Когда я пришла в 2011 году работать, мне не очень было понятно, почему ремонт сделан, скажем, на половину отделения, почему куплен аппарат, который не используется. А потом стало все, в общем-то, ясно, потому что сначала планировались деньги, а потом под эти деньги, грубо говоря, подгоняли ремонт или покупка медицинского оборудования. Мы не планируем совершенно таким образом. Я сторонник делать все комплексно. Если мы пришли в одно место сделать, его надо делать как положено. Если нужно оборудование, я должна понимать, какое количество пройдет через это оборудование пациентов, какая потребность, что на выходе мы получим, какой результат после того, как мы внедрим это оборудование, кто на нем будет работать и проучен ли медицинский персонал. Какие медицинские услуги сейчас в Турцовской области не оказывают? Что вы имеете в виду? Все, что по программе госгарантии мы должны, мы все оказываем. А появятся ли новые? Безусловно. Какие? Безусловно. Мы работаем над тем, чтобы расширять. Оно уже появилось в 2013 году. Мы делали уже коронарографии и стентирование первые проделали. И если в 2013 году сделано порядка 80 коронарографии и где-то 5 стентов мы поставили, то в этом году мы планируем это расширить минимум в два раза. Что мы еще будем расширять? Мы сейчас расширяем эндопротезирование коленных и забедренных суставов. Чего еще нам ждать? Каких подарков? Сколько было обращений по поводу открытия травматологического отделения в Ванакинской больнице. Ремонт мы уже завершили. Сейчас идут последние работы. Мы моемся, получаем самопедзаключение. И жителям распахнутся двери уже отремонтированного травматологического отделения. Но не узнаете его на самом деле. Мы отремонтировали, если типа Ванакинской больнице, отоларинкологическое отделение в ужасном состоянии было. Страшно было зайти в 2011 году. Мы сделали наконец-таки детское травматологическое отделение. То, что касается у нас приоритет все-таки детское родоспоможение. Девятая больница на Новомедненском. Ужасающее состояние. Было женской консультацией в маленьком, совершенно маленьком, богоньком здании. Мы сделали реконструкцию заброшенного там помещения. Полностью откроется новая светлая женская консультация. Вот уже в начале. Мы ремонт уже закончили. Что еще? Центр планирования для жителей Заречи. Ну, вообще Тульской области, конечно. Смотрите, делается много. Денег вкладывается много. Открыть сейчас будет много. Но по опросам общественного мнения. Да. Сфера здравоохранения. Вызывает у людей наибольшее количество пререканий. Ну, вот на ваш взгляд, почему-то до 70% доходит, что в принципе люди недовольны, казалось бы, здравоохранением на том же уровне, на котором они недовольны ЖКХ в некоторых районах области. В чем причина-то? Я не припомню ни одной страны, ни одного времени в Российской Федерации, где бы хвалили, ну, скажем, министра здравоохранения. По-моему, это из области фантастики. Но хочется напомнить, все-таки, когда мы в 2011 году приезжали в районы, мы видели ужасающую ситуацию, начиная с материально-технической базы и, в общем-то, заканчивая тем же качеством. К хорошим быстро привыкаешь, это правда. Его пока что, к сожалению, не так много. Но у нас жители уже в стационары не покупают ни капельницы, ни медикаментов. У нас приличное питание, с полной ответственностью могу сказать, потому что везде, где я езжу по районам, я везде все это смотрю. У нас достаточное финансирование, это заслуга отрасли в целом по Российской Федерации. Мы расширили выездную форму работы. Это выезды областных клинических, больниц, узким специалистам, чтобы нам не направлять жителей в диагностические центры сюда, а максимально приблизить помощь. Вы имеете в виду выездные бригады, которые по районам ездят? Да, вы знаете, что мы закупили передвижные комплексы. Они тоже будут выезжать. Это 10 поликлиник и 5 рентгенодиагностических комплексов. Чтобы была онкологическая помощь доступна, мы сейчас разрабатываем форму кураторства. То есть каждый житель в каждом районе должен будет знать, знакомьтесь, это ваш онколог, который вас курирует. И, грубо говоря, каждый третий-четверх месяц он к вам будет приезжать, и вы можете по всем вопросам обратиться. Максимально, если так можно сказать, раскручиваем работу поликлиник в две смены. Я очень просила бы жителей, пользуясь случаем, что называется, все-таки приходить в поликлинике не только рано утром, не стоять в очередях. У нас рабочее время с 8 до 8, плюс суббота. Это получается 8 утра большая очередь, к 8 вечера никого нет? После трех уже, после двух никого нет. Потому что справиться с очередями при кадром дефиците, когда все население в основном идет с 8 до 12, это очень сложно. Спасибо вам за интервью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова